Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Айка Эмили и я рада видеть тебя на моем канале. Сегодня у нас хачапури. Извиняюсь за свой голос, у меня температура першит в горле и у меня не коронавирус. Так что не беспокойтесь, мои хорошие, поэтому я взяла даже напиток, ананасовый сок, немножко добавила кипятка. Чтобы как бы не провоцировать дальнейшее развитие болезни. Давно у нас не было хачапури. Все скучилось. Рецепт я вам оставлю. В этот раз приготовила сама. Мама сегодня с утра бегает по документам. Вот у меня организм очень слабенький. То есть чуть-чуть вот попила холодной водички. Все. Мама там лежит, спит под кондиционером с одеялом. Поставила температуру 17 и радуется жизни. И так фигово болеть именно летом. Я еще столько всего запланировала на понедельник. В общем, постараюсь как-то выкрепкаться. А то не дело. Дела не должны ждать. Как это вкусно. Мне нравится именно домашний хачапури. В некоторых ресторанах специально жалеют сыр и добавляют его совсем чуть-чуть. А тогда хачапури не получается настолько вкусным. Я что сделала? Вот этот загиб есть. Туда тоже добавила сыр. И причем так смачненько много. И самое главное при приготовлении обязательно иметь терпение. И чтобы хорошенько поднялся. Хачапури. То есть не спешите сразу помещать в духовку. Если хотите, чтобы получился вот такой вот мягенький. И давайте поотвечаю на вопросы. Вопрос задает Айнека Курмаш. Извиняюсь, если неправильно прочитал. Привет, Айка. Как относишься к краже невест? Очень интересно услышать твое мнение. Я отношусь отрицательно. Я считаю, что это очень глупая традиция. Вообще не приветствую насилие. И у нас в Азербайджане я ни разу такое не видела. Вы знаете, это, наверное, делают больше в тех странах, где, например, Например, ты не девственница, и ты никому не нужна. То есть девушку украли. С ней произошел вот этот неприятный инцидент. И уже после этого с такой репутацией девушку никто не хочет брать замуж. Поэтому девушка вынуждена выходить замуж за того, кто ее украл. У нас здесь... Если ты даже украдешь невесту, ее родители быстро напишут заявление в полицию. И тебя как бы посадят. Здесь девушка не будет жить с мужчиной, который ее не устраивает. Многие там кричат про феминизм, про то, что как-то права женщин здесь ущемляют. Но я, если честно, когда смотрю соседние государства, направо-налево так смотрю, и думаю, блин, у нас ситуация еще более-менее. Вот я вам абсолютно искренне говорю, я очень люблю Дагестан. Вот очень. Это моя вторая родина, так скажем, да. У меня мама из Дагестана. Но там очень строго. Там очень чтят традиции. Где-то это плюс, где-то это минус. Мне кажется, там как раз-таки практикуется это все. Ну, не дай бог, например, представим такую ситуацию, что меня украли. Что я делаю? Я не буду жить с нелюбимым мужчиной. И вы знаете, эти стереотипы, мне немножко, знаете, до меня не доходит. Вот я сейчас Дом 2 смотрю, и там девушка с ребенком. Она недавно родила ребенка. Ребенку 6 месяцев. И вы знаете, все вокруг осуждают ее за то, что ой, как ты можешь опять заводить отношения. У тебя малышке 6 месяцев. К чему я это? То есть никакое прошлое не должно влиять на ваше будущее. Если вам хочется сейчас делать это, то делайте. Меня так жутко это раздражает, хотя у меня со мной нету детей. Но я отлично отношусь к тому, что девушка, например, у нее маленький ребенок, и она все равно пытается построить отношения. Создать семью. У нас, например, в Азербайджане очень сложно найти мужчину и выйти замуж с ребенком. Потому что просто никто не хочет брать ответственность, не хочет лишние проблемы и так далее. Поэтому что я вижу? Недавно у нас одна красавица вышла замуж за сына Жан-Клод Ван Дамма. А вот буквально вчера я увидела, что другая девушка не менее красивая, но прям куколка, вышла замуж за какого-то там футболиста знаменитого. Но я как бы футболом не увлекаюсь. хотя он афроамериканец. Мне кажется, пора уже закругляться с этими стереотипами и так далее. Нужно жить так, как ты считаешь нужным. И женщина, не в зависимости от того, сколько у нее детей, украл ее, кто-то не украл. Она имеет право на счастье жить с тем, с кем ей комфортно. Так что, к кражам невест я отношусь крайне негативно. Слава богу, я никогда такого не видела. Это типа традиции такие. Бабушка рассказывает, что в их время не то, что кража, просто девушка могла убежать с кем-то. То есть, например, ее из дома выдают за одного. Типа он обеспеченный, он такой классный. А она влюблена в другого. Она просто могла взять первые необходимые вещи и убежать из родительского дома вместе с этим парнем. Но в этих случаях были моменты, бабушка рассказывает, что девушку находили и убивали. Ну, это когда было? 90-100 лет назад. Сейчас, естественно, такого нету. Единственное, что говорит мой отец, главное, чтобы не был верующий. Верующий. У меня папа отрицательно относится. У него какое-то странное понимание веры. Я, конечно, понимаю, что я сейчас столкнусь с хейтом, но я говорю вам как есть. Не алкаш, как говорит мой папа. чтобы в прошлом у него не было семьи и детей. Вот как к нам мужчины относятся, правильно? Чтобы не детей не было от предыдущего брака и так далее. Вот я тоже. Я считаю, что если у меня нету детей, то я хочу мужчину тоже без детей. Сейчас, понятное дело, у меня есть любимые все дела. Просто я не понимаю, когда молодые девушки красивые, но смотришь, ну красотка просто вводит мужчину из семьи с двумя-тремя детьми. К черту, что это грех. Ладно. Что это бумеранг, все это может вернуться и все дела. Ладно. Зачем тебе лишние проблемы? Зачем? Полно молодых, красивых, перспективных, симпатичных. Я молчу про то, что завтра такое же может произойти с тобой. Элементарного джина Аршавина. Я не знаю, вы слышали про эту историю или нет. Ну, Аршавин ушел от Юлии Барановской к Алисе. Алиса бросила, значит, своего мужа, Аршавин бросил свою жену. И они были вместе. Затем он бросил Алису тоже. И сейчас у нее там проблемы со здоровьем. Если вы не видели, обязательно посмотрите. В Ютубе есть полный выпуск программы «Пусть говорят». Не дай бог, конечно. Но в такие моменты мне прям, знаете, не по себе становится. Вот прям конкретный бумеранг. И у нее серьезные проблемы со здоровьем. У нее сгнил нос. Не к столу, конечно, извините. Смотреть на нее жалко. Я смотрю ее интервью. И она там говорит, почему я должна звонить Барановская. Она должна позвонить мне. Ее изверг муж поступил так, что и со мной. Ты увела его из семьи. Бог мой. Возможно, я и не права. Не знаю, конечно. Но я никогда не рассматривала молодых людей, которые были женаты или сейчас женаты. И просто тебе говорят о том, что, например, мы с женой в разводе, но мы пока живем в одной квартире. Да, она на другой кровати спит, я на другой. Просто замечаю, что со временем какие-то моральные ценности просто сходят на нет. То, что для нас раньше было табу, сейчас нормально. Например, просто у нас сосед в деревне нам вам рассказывал эту историю. Извините, одна и та же история, да? Но, блин, когда я рассказываю одни и те же истории, вы можете сделать какой вывод? Если спустя, например, год я рассказываю одну и ту же историю в деталях, точно так же, как год назад, значит, я не вру, значит, я не придумываю эти истории. Это все из моей жизни. То есть, мне кажется, это попахивает искренненностью. В общем, у бабушки был сосед. Как сосед? У нас огород заканчивается, начинается их огород. То есть, как бы, мы не так близко расположены друг к другу, но через огород они постоянно приходили к нам в гости, пили чай, и мы общались в целом. И они 40 лет уже жили вместе. Не помню, 40, 30, ну, в общем, очень долго жили вместе, у них не было детей. И муж говорил, что мне никого, кроме тебя, не надо. То есть, он настолько ее любил. Прошли годы, жена поняла, ну, не получается у них завести детей, и она предложила ему альтернативу взять вторую жену. Для всей деревни это был шок. Она говорит, будем, ну, как сестры. Муж долго не соглашался, потом в конце согласился. Хотя они могли бы спокойно удочерить или усыновить из детского дома, почему люди раньше так не делали, не знаю. Ну, в общем. И, короче, появилась молодая жена. Она почему согласилась по всю эту авантюру? Дело в том, что у нее была очень сложная судьба. Она сама была из детского дома, ей жить было негде. Раньше квартир не давали, бабушка говорит, детдомовским. Детдом воспитал, вырастил, дальше уже как хочешь. И она как бы вынуждена была выйти замуж. Как вышла замуж, сразу у нее появился ребенок. Сделали, значит, небольшую компанию, что это свадеба и все дела. Потом первая жена начала ревновать. Очень ужасно просто. Что он больше времени уделяет молодой второй жене, нежели ей. Там начались скандалы, ругани. Бабушка говорит, что мы с дедом постоянно шли туда. Как бы были судьями. А в конце первая жена просто настолько нервничала, что у нее появился рак. Я, кстати, верю в теорию, что рак появляется на нервной почве. Ну, в общем, умерла, она скончалась. А эти жили долго и счастливо. Муж прожил там до 100 лет. Даже 100 с чем-то. Недавно умер. На его похоронах я была. То есть лишние проблемы это лишние нервы. А лишние нервы приводят к каким-то заболеваниям. Поэтому, если даже тебя украли, что-то произошло, господи, забыть это, как страшный сон. А не всю жизнь быть на нервах и жить с нелюбимым человеком, думая о чести. Да ну нафиг. Главное, жить хорошо. Что было в прошлом, то не вспоминаем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,